девчонки всем привет как вы поняли с названием видео сегодня я решила снять влог тема которую я упоминала в предыдущем влоге тема взаимоотношений свекрови и снохи и если вам интересно послушать мое мнение на этот счет и может быть вы из этого видео что-нибудь почерпнете может быть я какой-то отдельный совет дам если в общем вы хотите провести время со мной тогда вас приглашаю к просмотру и берем крошку чая я как всегда наверно разболтаюсь так что вот так у девочки начнем опять снимаю на сэлфи палку не могу никак приноровиться с ней но все же девочки тема это достаточно очень щепетильная и рассуждать на эту тему очень можно много и долго и каждая абсолютная ситуация в каждой семье она индивидуальна но сегодня я наверное такой знаете небольшую верхушку именно начало начал когда начинается начало между свекровью и снохой знакомства вот эти все тонкости я хочу сегодня просто немножко об этом поговорить немножечко просто с вами на эту тему развести дискуссию я понимаю прекрасно что кто-то сможет не сможет понять меня почему я собственно говоря высказывать по какому-то поводу но все же я думаю вы меня поймете и если не сейчас то позже может быть это видео даже будет полезно для девушек которые вот сейчас начинают выстраивать свои отношения первое знакомство уже с будущей свекрови вот девочки под моим по моему мнению но мне так кажется существует несколько типов свекрови есть первый тип свекрови которая она дружелюбная она вроде бы вас любит но все равно какого какую-то пакость она вот вам делает то есть она знаете такая вот аля добрая фея которая она всегда вам передает подарочки она всегда вам что-то это но при всем при этом не всегда эти подарки могут быть какими-то положительными понимаете бывают другие свекрови которая прям открытый тиран которая оскорбляет унижает которая изводит просто жён своих сыновей и есть третья категория которая знаете она такая мама леди которая она вообще никак то есть она абсолютно особняк от всех не то что даже мама леди это такая женщина которая увлечена своей жизнью и которая собственно поскольку постольку ее сын и все что ему касается там внуки и все остальное то есть у нее своя жизнь а все что там есть остальное а есть еще одна категория наверное четвертая это те свекрови которые любят своего сына настолько то что каждый его выбор каждое выдвижение они принимают прям всей душой они желают ему счастья и внуков как зачастую когда рождаются внуки у их сыновей сыновья отходят абсолютно куда-то вот уже подальше и всю свою любовь теплоту они дарят детям своего своих сыновей то есть там до своих сыновей так что вот так у девочки это мы вообще я так разделила первый тип что я подразумеваю под первым типом а-ля добрая фея ну творит гадости в общем на одном из по-моему либо я где-то это слышал вот я не помню девчонки но это реальная ситуация из жизни была рассказывает это сноха то есть она об этом рассказывает по моему это был на каком-то форуме я читала и причем форум совершенно не о свекрови был ни о чем таком не взаимоотношениях это было по моему тема похудения сейчас объясню почему рассказывает женщина о том что в свое время она познакомилась с мужчиной они стали жить вроде бы хорошая свекровь она там была высокая стройная женщиной то есть это у нее был поздний брак какой-то и было 30 лет по моему когда она вышла замуж и вроде хорошая свекровь и сын-то там муж у нее замечательный но у ее мужа был бизик о том что женщина не должна полнеть то есть для него критерий то есть это вот это тот разряд мужчин который может из-за сильной полноты женщины от нее отказаться то есть он не потерпит если женщина полная ну так вот и эта женщина писала о том что есть свекровь постоянно передавала вкусняшки какие угодно соки свои приготовленные какие-то там яблочки маринованные что-то она там приготовила самостоятельно какие-то знаете вот такой вот вроде бы не калорийное но при всем при этом эту женщину начало раздувать и наступил тот момент когда она сильно располнила пришла к врачам и ей сказали в вашей крови обнаружено то что вы на протяжении всего времени употребляете какие-то гормоны которые собственно говоря привели к хаосу вашему организму и вы собственно говоря растолстели естественно брак этой женщины разрушился и свекровь добилась своего она так потихонечку убрала и хочу вам сказать то что как это я как это выяснилось эта женщина потом случайно стала разговаривать когда этот бракоразводный у них процесс пошел и свекровь сказала плохого тебе ничего не сделала в родцевать всякую каку не нужно вот и все понимаете то есть если кровь открыто сказала что это сделано но сын уже сделал выбор он уже все это вот порешилось так что девчонки будьте просто абсолютно максимально внимательны когда вам что-то передает когда вы все равно почувствуете каждая девушка и женщина она почувствует как вам действительно относится если лицемерия либо это открыто просто чувствуете эту грань и если вы начинаете что-то подозревать не надо портить этой женщиной отношения просто найдите рычаг с ней общения просто как-то для себя решите этот момент потому что отказываться от мужчины потому что у него у у мамы зашкаливает ее собственное эго тоже не стоит потому что мужчина ваш сын ваш муж он не виноват в том что у мамы наступил такой период и у его мамы наступил период того что она не может контролировать свои эмоции и в этом не является вина вашего супруга у которого такая мать просто найдите для себя рычаг управления или попросту если вы берете какие такие вещи вместе с ней кушайте садите ее вместе с ней кушайте что и вы сами поймете там да это вот так вот открытый тиран свекрови я вообще знаете вот таких вот женщин которые свекрови тираны мне кажется да простят меня женщины такие им им просто нужна помощь психолога психотерапевта психолога семейного психолога помощь специалиста потому что когда женщина начинает тиранить я сейчас подразумеваю под словом тиране это не просто знаете там она и там что-то мутузит нет я говорю о том что когда свекровь на у свекрови наступает период когда она начинает собирать сплетни оскорбляет пытается всячески разрушить отношения своего сына с его женой она максимально понимаете проявляет себя настолько эгоистично настолько мерзопакостно что в какой-то момент ее сыну становится стыдно за свою мать и это очень плохо я не говорю то что ее нужно там смирительную рубашку убирать нет этого человека нужно правда знаете мне кажется это вот человек который немножечко болен и болен он где-то психологически потому что этот человек он не может контролировать свои эмоции и он не может собой совладать и у него что-то какой-то сдвиг потому что ни одна любящая мать она не будет тиранить выбор своего сына почему я так говорю когда ребенок в любом возрасте он показывает своему родителю маме вот мы сейчас говорим о маме он показывает свое свой выбор игрушка машинка собачка кошечка когда он показывает то что ему интересно это и он начинает заботиться почему мальчики начинают там с машинок с игрушек потом наступает кошечка которой он хочет заботиться потом собачка у него самая любимая и мы смотрим как мы родители да вот как я сейчас как мама говорю мы смотрим как он к этому обращается если я вижу что до 300 лет могу не любить там извините змей хомячков крыс собачек еще чего-то но если я вижу что мой ребенок визжит от восторга в общении с собачкой я заведу эту собаку и он будет с ней играть потому что я хочу видеть что мой ребенок ловит положительные эмоции потом наступают у мальчиков период эйфории когда они первая влюбленность они приходят к папе говорят об этом маме говорят что мы должны сделать сказать не смотри на нее она плохая у нее ноги кривые нос не такой зубы у нее недостаточно белые нет мы говорим молодец сын умница хорошо что тебе нравится давай будем пытаться с ней общаться подсказывать как общаться с девочкой подсказывать ему как быть с ней папа начинает подсказывать первые половые какие-то акты с девушкой да то есть мы постепенно ребенка готовим а потом ребенок уже когда созревает он приводит девушку и говорит мам пап я не просто с ней встречаюсь я хочу с ней жить и когда женщина говорит замечательно сын все здорово мы только рады за то чтобы у вас была ячейка общества семье это круто а когда у матери знаете как по щелчку она вроде бы вас даже первый раз может она принять и сказать ой все хорошо все замечательно но потом она будет бесконечно сыну лить в уши о том что он сделал неправильный выбор то что она плохая она ужасно и будут всячески пытаться разрушить его отношения что вы думаете она заботиться о сцене нет она почувствовала явную конкуренцию о том что ребенок сейчас будет говорить не ей по телефону как у него дела а он будет со своей девушкой разговаривать на эти темы он уже будет больше проводить время с той девушкой у него же он созрел он уже не маленький мальчик и матери вот именно свекрови вот эти вот тиран которые тиран и они начинают делать все чтобы не дай бог их собственное эго как-то пострадала что ним ребенок лишь не раз подарит цветочек внимание любое там денежное внимание эмоциональное внимание то что не ей будет подарено а этой девушке и и вот это не нравится и она будет делать все чтобы убрать эту соперницу она не смотрит на нее как на тот луч их света который появился в жизни ее сына она смотрит уже по-другому она максимально кооперируется она придумывает план она собирает сплетни она там настраивает всех всюду чтобы ее затюкать понимаете чтобы она убежала чтобы она сказал да ну нафиг его и убежать она убежит потому что она его любит потому что это если эта девушка себерется и убежит значит она слабая но она его любит она просто соберется и и решит чтобы лучше не травмировать свой выбор пусть он там со своей мамой будет а я лучше там спокойно чтобы вроде бы и любит его и и ему хорошо было потому что в тот момент когда свекрови начинают тиранить на своих снох они не думают о своих сыновях они начинают думать о себе, но когда они тиранят своих снов, в первую очередь они унижают своего ребёнка, своего сына, как мужчину, потому что они начинают делать так, что их сын, настолько он, знаете, ну неудачник, что ли, в глазах, то, что вот он, блин, вырос и совершил такую оплошность, такой вот принёс, понимаете, и это плохо, это неправильно, она в первую очередь показывает, эта женщина, то, что она плохо воспитала своего ребёнка, так что, если сноха с такой тираншей, она останется, и семейная жизнь у этой пары будет счастливая и долгая, тогда, блин, молодец сноха, она победила всех и вся, и спасла свой брак, и любовь мужа к ней, и её к мужу, но нужно быть аккуратно с такими тираншами, так, какое ещё третье я говорила, та, которая вот занимается своей жизнью. Знаете, вот этот вот тип свекрови, которые отказываются от своих, но не то, чтобы отказываются, они занимаются полностью, такие, знаете, леди, свекрови, это уже третий у нас тип, максимально быстро пытаюсь, чтобы ваше время, девчонки, не занимать. Третий тип свекрови, это свекровь, которая леди. Знаете, есть, был на моём веку, давным-давно, я как-то общалась с девушкой, с женщиной, и она откровенно жаловалась на то, что вот вроде бы она вышла замуж, а свекровь такая, что она как бы и сына-то, внимание особо, ни подарок, ничего не пришлёт, ни на свадьбу там ничего не подарила. Она и, когда дети родились у этой женщины, она и детям-то особо ничего никак не помогала, никак она ни погремушку, ни игрушку, ничего. Но она всегда, знаете, там, позвонит, спросит, как дела, то есть она абсолютно особняк, она вся в своих делах, ей только на великие праздники какие-то подарки были. Я хочу сказать, знаете, это, наверное, та свекровь, которая очень увлечена собой. Нельзя сказать, что она плохая, нельзя, потому что, во-первых, она приняла выбор своего сына, во-вторых, она не лезет к нему, и, в-третьих, она не забывает, она не забывает, она даёт знаки внимания, но она даёт в меру, как она считает нужным. И это неплохо. Радуйтесь, девочки, когда у вас такие свекрови, то, что она у вас такая. Это вы пытаетесь тогда в какой-то момент просто лишний раз позвонить, поздравить её с праздником и выслать ей подарок. Сделайте ей приятно. Это потому что вы должны сказать ей спасибо, то, что она не лезет, но вы должны блюдить в плане того, ну, как блюдить, то есть не меняется ли отношение ваша супруга, потому что такая, знаете, а-ля особняк женщина, она может ещё и сыну что-то сказать о том, что я к тебе не лезу, потому что меня не устраивает твоя это. То есть это тоже такая тонкость, но если есть такая вот женщина, которая держится особняком, но при этом она не забывает, но она как бы так не это, это тоже неплохо. Я считаю, как бы в принципе нормальная свекровь, которая трезво смотрит на вещи и которая хотела бы, наверное, когда она была снахой, чтобы к ней не лезли. И вот четвёртый тип, это любящая мама до поросячьего визга своего сыночку, кровиночку, которая, знаете, в момент, когда ребёнок, вот знаете, я, кстати, у меня действительно, я помню, да, да-да-да-да-да-да, у меня был такой, я встречала таких людей, когда я видела, простите, девочки, простите то, что позевала, был такой тип, когда, знаете, свекровь настолько, ну, свекровь уже, да, то есть как бы мама мужа настолько любила мужа, то, что она там им вязала, когда они там выходили замуж, она там полностью помогала, как там сделать свадьбу, платье помогала снахе подбирать, как ей там снахе, она там помогала корсет затянуть, понимаете, то есть как бы маму невесты она отодвинула подальше, а сама максимально вот показать свою любовь к детям, как она там их благословляла на 35 раз, как она там, знаете, и любила, и подарки, и всё на свете, и после первой брачной ночи она прибежала с носочками, чтобы ножки не замёрзли, знаете, там, и одеялка постелила, и края заправила, чтобы не раскутались, знаете, не раскутались, такая вот мама. Могу сказать, наверное, это неплохо, но у таких вот женщин у них любовь, которая идёт к их сыновьям, она автоматически, когда он приводит девушку, она автоматически переключается ещё и на девушку, потому что это такая женщина, знаете, которая хочет любить, дарить свою любовь, теплоту, и она захватывает, понимаете, и зачастую она всё время занимает такую позицию, я вас очень-очень-очень сильно люблю, давайте-давайте-давайте внуков, это та свекровь, которая вечно требует внуков, свекровь-тиран, она кричит, не дай ей боже, чтобы у вас появились дети, первая, она скажет, ну не знаю, не знаю, вам пока рановато, вторая, как я сказала, свекровь-тиран, она никогда, она скажет, не дай бог, чтобы у вас дети появились, а третья, она скажет, ну если вы собираетесь родить, то это очень хорошо, будем ждать, как созреете, так и рожаете, а вот четвёртая, как вы только знаете, в ЗАГСе будете стоять, она будет кричать, когда внуки, где внуки, хочу внуков, много-много, там, господи, футбольную команду, бегом-бегом, она будет каждый раз звонить своей снохе и говорить, когда родишь, когда, когда, когда ты забеременеешь, то есть это вот такая вот женщина, четвёртая, которую она настолько любит, ей надо любить, понимаете, и такую свекровь нельзя сказать, что её нужно отпихивать, а такую свекровь, когда она воспринимает, и вы чувствуете, что у неё максимально много любви, пытайтесь дать ей в ответ эту теплоту, просто не в плане того, чтобы, знаете, там быть какой-то навязчивой, а в плане того, что не отталкиваете любовь, но и не позволяете, чтобы она залазила вам, знаете, на шею и прибегала вам готовить борщ, то есть вы просто говорите, мамочка, большое спасибо, или как вы там её зовете по имени-отчеству, спасибо большое, то, что вы там связали носочки, нам очень приятно, всё здорово, всё круто, но как бы да, ой, я Гулю сейчас сделаю, девчонки, ой, большое спасибо, всё здорово, но как бы да, вот тоже нужно, как бы знаете, уровень, но хочу сказать, такая свекровь, именно четвёртый тип свекрови, она будет всегда помогать, у неё всегда будет зашкаливать чувство материнства, то, что у неё сыночка маленький, и сноха у неё маленькая, им нужно помогать, а кто им ещё поможет, если не мама, она будет, знаете, последние свои носки отдавать, чтобы у них, у молодых, всё было хорошо, а не дай бог, там где-то у них что-то, какой-то скандал будет, она только почувствует порох, она прибежит, и она будет максимально сглаживать углы, чтобы у её сыночки, не дай бог же, там он с кем-то поругался, тем более со своей женщиной, то есть этот вот четвёртый стереотип, это, конечно, идеал любящей женщины, то есть она зашкаливает, и когда у них появляются внуки, всё, мне кажется, такие свекрови, они просто, знаете, они так, это такой, знаете, вот родился ребёнок, появилась свекровь, как грибочек вырос, и она начинает максимально стараться помогать, она максимально сделает всё, чтобы невестке и сыну простить жизнь, она будет водиться с ребёнком, она будет помогать везде и всюду, и носочками, и грибочками, и всем на свете, то есть это такая, её чувство материнства, у неё настолько много любви к её сыну, она её подарила снохе, и она в миллион раз кратно будет любить их дитё, она будет делать всё, чтобы они были счастливы, она никого не позволит, настолько её, вот это, знаете, материнская любовь, она будет защищать брак своего сына, ребёнка, и она будет рядышком, знаете, это та вот свекровь, к которой всегда можно позвонить и сказать там, как ей хорошо или как плохо, она всегда порадуется, она всегда примет, и в любой ситуации вы всегда с ней будете в хороших отношениях, фух, 20 минут отторобанила, я просто рекордсменка, ну вот, девчонки, и знаете, по итогу всего я хочу просто, наверное, не то чтобы дать совет, порекомендовать, наверное, когда вы знакомитесь, входите в семью, к свекрови, да, в будущей своей свекрови, в дом, всегда мы можем тут же решить, свекровь хорошая или плохая, свёкор хороший или плохой, мы можем это сделать за первые там 30 секунд общения практически, да, но не всегда данное мнение может быть стопроцентное, то есть вы можете реально ошибаться, и сто раз вы можете передумать то, что у вас там свекровь вам показалась хорошая, на самом деле она будет не очень хорошая, либо вам показалось, что она плохая, на самом деле она будет хорошая, когда вы знакомитесь с НОХи, да, вот когда девчонки знакомятся с мамами своих будущих мужей, старайтесь максимально, как сказать, благоприятно производить впечатление на будущих свекрови, чтобы не быть для них красной тряпкой, и прочувствовать тот момент, к какому типу относится эта свекровь, дабы не усложнить свою дальнейшую жизнь, если уж, конечно, в дальнейшем, когда вы будете жить со своим мужчиной, когда новая испечённая свекровь, она начнёт вот именно вас там либо оскорблять, пытаться унизить, пытаться пройтись по вашим родственникам, пытаться вас как-то оскорблять, сплетни собирать, и уж не дай бог доводить вас до слёз, либо, знаете, вас чем-то пичкать и травить, то есть сразу жить давайте отпор, дабы не усложнять себе жизнь, потому что вы новый человек, вам ещё жить и жить, вам ещё жить с этим мужчиной, потому что вы его любите, потому что вы-то относитесь к нему с теплотой, у вас-то ещё только всё начинается, а у свекрови это просто прихоть, понимаете, в её поведении, то есть абсорбируйтесь от всего и сразу давайте отпор, решайте и обговаривайте сразу со своим супругом, свекровью, с тёщей, с зятем, со свёкром, со всем обсуждать, и где чьё место, дабы не занимать чужие места, потому что у свекрови своё место, у свёкра своё, у тёщи своё, у тестя своё, у сына, грубо говоря, у зятя и у снохи тоже свои места, у каждого есть своё место, и каждый на своём месте должен совершать свою деятельность, не залазить на чужие стулья, не лазить в чужом белье, не обсуждать, не оскорблять, то есть максимально стараться относиться друг к другу с пониманием и с уважением, потому что в первую очередь нужно ориентироваться на то, изначально то, что у вас будущая семья, и все больные моменты стараться решить, сразу же прочухивать их, если вы видите, что ваша свекровь тиран, и она залазит во все щели, она вас оскорбляет, она травит вам жизнь, реально травит, и вы понимаете то, что ещё чуть-чуть вы свихнётесь, и вы готовы убежать от этого мужчины, 35 раз подумайте, если вы любите этого мужчину, отстаивайте свои права, давайте отпор свекрови, не бойтесь её, не нужно бояться никого, просто как взрослая женщина, которая начала жить самостоятельно с мужчиной, давайте отпор обидчику, если вы видите то, что ваша свекровь любит вашего сына, и любит вас, и вы чувствуете эту любовь, протяните руки, и скажите, замечательно, здорово, будем большой, тёплой семьёй, если вы видите то, что ваша свекровь, она от вас, как она живёт своей жизнью, пусть она живёт своей жизнью, так, ну так вот, если вы видите то, что свекровь живёт своей жизнью, у неё свои дела, но она вас поздравляет, она не забывает про вас, То есть пусть это будет так, не нужно как-то, знаете, усугублять капризы какие-то делать, пусть она живёт так. Вы живёте своей семьёй, они живут своей семьёй, просто делайте акценты. И ещё самое главное, наверное, и что является основным во время конфликтов между снохой и свекровью, это недоработка вашего спутника, мужчины. Потому что когда мужчина приводит девушку в дом, он должен сразу же объяснить своей маме, насколько он любит и насколько он хочет быть с этой девушкой. Если он объясняет маме, и он пояснил сразу же, и своей невесте он сказал то, что он любит свою маму, он любит своих родителей, и дорогая ему ты, и когда это всё знаете, когда мужчина, знаете, по-мужски, любой мужчина знает подход к любой женщине. Если он это всё делает, если он уравновешивает этот момент, тогда все карты в руки свекрови и снохе, для того, чтобы были тёплые отношения между семьями. Новый образовавшийся вашей семьёй, да, как ячейки общества, и уже той, со своими уставами, со своими устоями в семье вашего родителей, вашего мужа. Просто бывает такой момент, когда мальчики, они всегда остаются мальчиками, когда они даже женятся, когда они выходят, когда, да, они женятся, они остаются мальчиками, и они считают, что в какой-то момент времени, когда начинаются конфликты между свекровью и его женой, они думают то, что это бабские разборки, они сами разберутся. Но так не получится, потому что нехорошо, когда мужчина, он разрывается между двумя огнями, между мамой и между своей женой, потому что маму он любит, как свою маму, которая дала ему жизнь, а девушка, которая рядом с ним находится, он любит, как женщину, как девушку, и он хочет с ней быть, он хочет, чтобы она ему рожала детей. Понимаете, это две разные любви. И когда в какой-то момент свекровь нападает на сноху, сноха даёт ответное. Поэтому в этот момент наступается просто суща для мужчины, и не всегда такие браки могут выстоять. И, к сожалению, количество разводов по этому поводу возрастает, когда рушатся семьи с детьми и без детей, когда, знаете, в какой-то момент нерешённая ситуация, первая ситуация, когда вы начинаете только жить с мужчиной, она даёт такой комок, когда в дальнейшем уже просто невозможно жить. Опять упала. Так что вот так вот. Делайте выводы, девчонки. Надеюсь, вам это видео было полезно. Если у вас есть какие-то вопросы, может быть, пишите мне либо в личную, если у вас есть какая-то ситуация, пишите в личную, оставляйте свои комментарии, что вы думаете насчёт того, что я вам сказала сейчас. Конечно же, поддерживайте пальчиками вверх. И надеюсь, всё-таки я вам чем-то хоть как-то дала какое-то, может быть, разъяснение по той или иной ситуации. Может быть, ты вот сейчас, да, вот ты, ты, которая сейчас смотришь и плачешь, и думаешь, почему у тебя всё не получается. Может быть, ты сейчас сделаешь выводы, у тебя всё будет хорошо. Так что вот так вот, девочки. Увидимся в скорых видео. Так что не забывайте подписываться на меня здесь, в Инстаграме. Я вас тоже там жду. Опять я уболталась, опять я вам всё рассказала. Так что всех люблю, целую. До новых видео. С вами была ваша Ира. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok